Три года назад я должна была умереть. Так сказали мне врачи, поставив мне неизлечимый диагноз гипертериоз. Меня зовут Наталья, я действующий медик, 35 лет в медицине. И сейчас последние 15 лет я работаю на скорой помощи. И сейчас я вам расскажу, как я ушла от диагноза гипертериоз, который считается неизлечимым. Спустя 6 месяцев моего лечения, когда врачи играли гормонами, подбирая дозы гормон, для того, чтобы увидеть какое-то продвижение, я уже чувствовала себя просто разваленной. Просто разваленной, которой просто не было сил. И в один момент, не дождавшись очередного приема, на который я ходила раз в месяц, я позвонила врачу и сказала, что я больше не могу. Меня просто, я умираю. Придя на прием к врачу, доктор посмотрел мои анализы и сказал, все, лимит закончен. Я была в таком шоке, я была так растеряна, в каком смысле лимит закончен. И она мне просто объяснила. В европейских нормах лечения определенных болезней есть, оказывается, лимит. И мои полгода, это как раз тот лимит времени, когда уже видно, есть польза от лечения или нет. И что тогда делать? Есть только один вариант. Это химиотерапия, процедура удаления щитовидки. Честно говоря, я так психанула, что я просто ушла от этого врача, хотя он считался один из лучших, и пошла в платную клинику, к платному врачу. Там врач мне, открыв мои все анализы и лечение, сказал, доктор идеально вас лечил. Но у нас такие методы, вы понимаете. И я вам хочу сказать, что если бы я изначально ходила к этому доктору, пожилому, мужчине, такому обаятельному, который так меня уговаривал и так все красиво разложил, не будучи медиком и не видя, что происходит после химиотерапии с человеком, ну, скажу честно вам, этот доктор бы меня уговорил, если бы я хоть чуть-чуть не стала бы разбираться в этом вопросе и искать альтернативное лечение. Я задалась целью, что я не хочу жить 53 года без щитовидной железы и до конца своих дней использовать гормоны для того, чтобы поддерживать функцию своего организма. Я нашла в Москве институт щитовидки. Начала рассматривать вопросы, какие предлагают они, какие возможности лечения. И больше всего мне там понравился сам факт того, что врачи института говорили о том, что самое главное найти причину, что щитовидная железа – это только лишь последствия какой-то болезни или стресса. Да, у меня был очень большой стресс, я два месяца ухаживала за своим больным отцом, и на фоне этого, я думаю, произошел этот сбой. Что я стала делать? Хочу сказать вам, что я сама медик с 35-летним стажем и многое знаю не только о иммунной системе, но и обо всем нашем, как говорится, организме. В тот момент я уже была клиентом компании, где покупала различные витамины, крема для себя и особо серьезно не углублялась в этот вопрос. И когда я читала рекомендации врачей с института щитовидки, я услышала там такую фразу, что наш организм самовосстанавливающийся и возможно на фоне, например, очищения прийти к позитивным результатам. Я взяла и написала письмо в компанию научным сотрудникам, которые работают в этой компании и создают продукты. И мне пришел ответ, что да, это возможно, но не отказываясь от лечения. То есть никогда ни одна компания не возьмет на себя ответственность даже специалисты. Естественно, они не знают моей ситуации, я только послала им свой анализ. И предложили мне один продукт, на фоне которого я могу параллельно с лечением попробовать очистить свой организм. Я заказала этот продукт, получила его. И скажу вам честно, я уже была в таком состоянии, что кто сталкивался с этой проблемой щитовидной, знает, что самые главные наши гормоны щитовидкой это Т3 и Т4. Вот когда гиперфункция, это все зашкаливает. То есть организм работает на таком стрессовом состоянии, когда ты не можешь спать, ты не можешь думать, потому что у тебя трема рук, трясет тело, что у тебя нету просто сил даже встать с кровати. А я еще при том работала на скорой помощи. И это было, конечно, такое жуткое состояние. И самое главное, что еще я впала в депрессивное состояние, когда тебе просто ничего не хочется. Ни есть, ни пить, ни улыбаться, даже не мыться. И вот на этом фоне, когда мне отказали уже в лечении, сказали, что лимит закончен, и что только самое, что осталось у нас, это химиотерапия. А я знаю, что такое химиотерапия, не понаслышке. Я вижу этих пациентов после химиотерапии. И больше вариантов нет. Я приняла на себя, так скажем, ответственность. И скажу честно, я пришла домой в один день, выбросила вообще просто все гормоны, которые я употребляла в течение шести месяцев. И просто начала пить этот продукт. Каждый из нас может принять решение и взять ответственность за себя. Врачи мне говорили, что это конец, что если я не пойду на химиотерапию, я просто умру. И я реально была в таком состоянии, что мой организм был настолько истощен, что моя шикарная шевелюра куда-то пропала. То есть я осталась практически без волос. Я потеряла около 12 килограмм. И при том еще на фоне приема гормон у меня началась базедовая болезнь. Кстати, даже до сих пор видно один глаз у меня немножко больше, чем второй. У меня есть даже официальное подтверждение. Я могу показать вам анализы, которые я специально сделала, чтобы это не выглядело как сказка. Потому что даже мои лечащие врачи после исцеления сказали, что это не может быть. Что это просто невероятно. И такие случаи, как я, это может быть один на тысячу. Ну вот я сижу перед вами, я есть. И вот мои анализы. Всего лишь два. Но один в начале. Я могу сказать, что кто в курсе этого заболевания, они знают, что такое Т4 и Т3. И вот я могу показать, что 18 октября 2018 года мой показатель Т4 был 85,77 мимо моли. Это при норме 22. То есть это не то, что в два раза. Это даже в четыре раза где-то выше превышало. А Т3 был 30. При нормах 3,5 и 6,5. Вот они, мои анализы. Я взяла еще анализы. По истечения 6 месяцев, это уже 22.03 марта 2019 года, то есть полгода лечения. Т4, 31 и 84, ну, поменьше, но по сравнению с нормой 22, это тоже не показатель. И Т3, это 13.09. При норме 3,5 и 6,5. На этом анализе я закончила лечение. И, естественно, я не пошла на химиотерапию. Хочу сказать вам, что когда я показала, через год придя на проверку к своему врачу, всего лишь один препарат, на котором я реально через месяц стала кушать, поправляться, улыбаться, спать, потому что до этого я практически это не могла сделать, доктор мне сказал, да, классный препарат, но это не норма. Естественно, мы, как врачи, не можем это советовать. Почему? Если во всем мире уже, во многих странах, в Германии, в Испании, во Франции, я знаю, в Турции, специалисты пользуются этим продуктом. Почему? Потому что у врачей есть лимит, норма, диагноз и структура лечения. И если врач в наше время очень тяжело быть врачом, что врач несет большую ответственность, врачи просто не хотят брать на себя ответственность и рекомендовать что-то вне, так скажем, практики, врачебной практики, так называемого препарата альтернативной медицины. Ну вот я перед вами сижу, уже прошло более трех лет, я полна здоровья, я полна энергии, я хорошо выгляжу, как я считаю, для своих 56 лет. И самое главное, мне хочется жить, хочется жить в здоровом теле и здоровье, что очень важно. И сейчас я хочу вам просто показать этот, казалось бы, такой простой комплекс, который состоит из антиоксидантов утреннего и вечернего приема. Это наши истоки чистоты, которые помогли мне остаться живой. Не побоюсь громких слов. Здесь просто собраны все антиоксиданты плюс травы, которые, возможно, которые, вернее, чистят наши клеточки внутри клетки, не давая им мутировать. А что такое аутоиммунное заболевание? Это как раз и есть мутация наших клеток и изменение ДНК клетки. Внутри клетки чистят все. Выводя наши, как говорится, лекарства, которые мы употребляем за всю жизнь, весь мусор пищевой, который мы с вами употребляем красителями, ароматизаторами. Ну, в общем, все, что есть сейчас в нашей, как говорится, современной жизни, которое мы накапливаем в свой организм. И самое главное, межклеточные среды. Это комплекс очищения на клеточном уровне. И был он специально разработан для людей, которые жили в Советском Союзе в огромных мегаполисах с экологической проблемой. То есть, где крупные заводы, предприятия. И этот продукт запатентирован в компании Сибириан Велнос, в которой я сейчас работаю как профессионал. И только благодаря этому продукту я стала осознанно интересоваться продукцией этой компании, углубленно изучая